Все, 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 мы в эфире, давайте, это я дорисую и переставлю. Все, начался эфир, вам слово. Мы начинаем третий по счету вечерний геопатоген, тема как крещенские морозы и крещенская вода, и вам, вам слово. Так, крещенские морозы и крещенская вода, ну, крещенская вода, довольно, как бы, необычное явление, о котором все время люди задают вопросы, что, как, почему, почему вот она вдруг в это время, что такое, почему крещение в это время сделали, что, а почему. Ну, на самом деле, все, как говорится, особенно религиозные праздники привязаны к определенным, неким пиковым таким состояниям мироздания, ну, и положению Земли относительно планет. И в данном случае относительно, как мне представляется все-таки, относительно Солнца. все планеты движутся по своим, по спирали и по своим орбитам. И в Солнечной системе, как бы мы ни хотим, мы движемся по своей орбите. И она, эллипса, видна, и в то же время у нее есть некое смещение от центра. Вот именно приходящие на 19 января, приходится как раз самое близкое расстояние от Солнца по отношению к этой орбите в течение года. И, собственно, получается не такой уж большой, там, 152 миллиона километров радиус, когда, скажем, мы летние, если брать относительно летнего положения Земли, а здесь 147 миллионов километров сейчас. 147 и 152 миллиона. Да, то есть 5 миллионов километров всего разница. Но, как вот показывает, значит, практика, люди начинают себя как-то особо чувствовать, и особенно в самый-самый пик. Потому что 19-е, когда мы начинали, значит, вот замеры воды, и, значит, вот это самое поле формы, так сказать, Земли относительно, вот она, Земля, и вот ее, значит, как бы аура Земли, которая определялась, она, вот, как бы, росла, эта аура. И, ну, вот, когда это произошло? Это 20, так, где это? 22-го, 20-го. 20-го, вот максимальная аура, так сказать, образовалась. И, что самое интересное, наблюдая, значит, ауру человека, его канал, и вот как это, так сказать, оказалось, что 20-го числа вот этот пик интенсивности излучений Солнца, ну, так как мы дошли поближе-ближе всего, значит, это Солнце на нас очень сильно влияет не мы на него, а оно на нас. То есть размеры несопоставимы, там, мы горошина, а Солнце, извините за выражение, это километры, по сравнению с горошек, диагнозом Солнца влияет на нас, это без проблем. Ну, вот. И... Здесь можно это как... И оказалось, что, значит, вот, если 19-го числа, когда мы подходили, значит, к этому пиклу, у всех улучшилось состояние ауры, их, так сказать, энергетические каналы, стали работать полноценнее, как бы я ждал, во всяком случае, что, ну, вот, это и есть крещение. Ну, и, собственно, купание-то 19-го проходит, да? Или все эти крещенские времена, так сказать, купаются люди. Потому что 19-го, когда основное, значит, начало купания, да, это очень здорово, потому что организм настолько как бы наполнен вот этой вот самой энергией, аура его настолько большая, значит, вырастает от того, что вот эти потоки эфиродинамические его насыщают, то вот 20-го в момент максимума размера его, в момент, так сказать, максимального размера вот красная аура Земли, оказалось, что абсолютно все люди перешли в абсолютно, так сказать, неблагоприятное состояние, при котором, значит, аура была изрезана со всех сторон. Ну, я на себе смотрел и на вот, на старших смотрел, на всех своих близких проверял и всех в чате там проверял, в скайповском, где обычно присутствуют. То есть, 20-е число оказалось вот таким довольно патогенным, прямо скажем. То есть, вот это излучение Солнца, оно, во-первых, превысило, кстати, вообще все эти, как бы за ней заэкронировало, а нейтрализовало все излучения Земли, которые раньше мы замеряли как геопатогенные сети, или как геоактивные сети, то вот при приближении к Солнцу они все пропали еще 18-го числа. И таким образом, а вот через сутки, значит, это 21-го, да, уже, когда мы начали, судя по всему, потихоньку отходить вот от этого пика приближения, движения, опять, ну, не жаловались, вот там, я много читал, значит, жалоб, что состояние, так сказать, очень приятное, ну, вот этого 20-го, так сказать, а 21-го уже вот в 11-е вечера я замерял, так сказать, как говорится, вернулось все на... Ну, так что, вы хотите сказать, что это скачкообразно произошло? Ну, ну, скачкообразно это, скорее всего, не скачка, а не... потому что я замерял, как бы, я же не... абсолютно, так сказать, каждый час, скажем, замерял, я же два раза в сутки утром вставал, замерял, вечером в 11-е замерял снова. Нет, все равно получается, логично было бы, чтобы оно как-то плавно... Так оно плавно... Ну, вот плавно оно подняло при приближении. Вот я замернул, вот оно плавно выросло. Это, значит, вот мои замеры. Вот один замер, вот второй замер, ну, вот здесь числа, как бы расставлены, вот 19-го числа, это 18-го числа, вот внутренний красный 18-го, это вот 19-го числа, вот 20-го, вот максимально. Больше оно не увеличивается. 21-го чуть-чуть произошло уменьшение объема ауры, и это уже дало возможность, значит, всем людям опять вернуться в состояние такой, значит, осыщенности энергетической. Физиология, значит, заработала, естественно. И сейчас это продолжается, сегодня уже 23-е. Так что ли? Сегодня 23-е. Ну вот, значит, 22-го это вчера, так же было вечером, и, значит, сегодня уже практически, значит, два дня, и аура остается, ну, чуть-чуть, значит, вот, на небольшой, чуть-чуть поменьше. при этом, при этом, значит, если, ну, мы же все время замеряли рамками, вот этот, этот, патоген, так сказать, сети, то, вот, 19-го числа уже сошлись рамки абсолютно, то есть, вот эти вот излучения Солнца сверху, значит, абсолютно задавили, значит, геоактивность, излучения из земли, и, вот, после, вот, этого пика, значит, у нас вот рамки разошлись вот на такой вот величину, на совсем небольшой угол, вот такой. Сейчас вот так же продолжается, ну, то есть, вот, все вот это вот место, и там же, мы же замеряли, ходили, и туда. Я туда, правда, не сходил, вот. Так вот, смотрите, мне вот что-то непонятно, если вы пытаетесь построить какую-то модель, ну, вот, картинки нету сейчас, какой-то, адекватной, какой-то картинки. Смысл в чем, что Земля вращается. Подойди, я сейчас принесу картину, а ты пока посмотри, вот здесь вот, по числам у меня все записано, и можешь сказать, адекватно, как ты. пока ждем картинку, я, собственно, что хотел сказать, что по моим представлениям, если это действительно влияние Солнца, Земля же у нас вращается вокруг своей оси, но вот нет, это не та картинка. А какой-то? А была вот, когда мы проводили трансляцию про кольцевой ток, там была какая-то такая, где показано, как сдувает, как раз магнитная аура. Нет. Если это влияние Солнца, то логично предположить, что днем и ночью оно будет различным. Вот у вас есть такие? Ну, потому что, как бы странно, если Земля поворачивается, Солнце другим боком, подлетели мы ближе на 5 миллионов километров. Может, это дает критическое, значит, может, не дает. Ну, вот из своего опыта я точно знаю, что крещенские, вот недаром говорят, крещенские морозы, какой бы ни был Новый год, иногда бывает бесснежный, вот в этот момент, как правило, всегда ударяют морозы, и действительно холодно. Вот, какая причина, ну, вот я не знаю, какая причина. Ну, смотри, я замерял днем, утром, часов 10, да, и вечером часов 11. И, казалось бы, по твоим осуждениям, значит, я должен был замерять некие разности должна была быть, да, но не было ее, нету, и сегодня нет. так, ваше измерение неправильное. Да, я же, ну, понимаешь, я с этим не спорю. Либо это не влияние солнца, либо это не влияние солнца, ну, или как, либо это что-то... Нет, понимаешь, но все-таки, на мой взгляд, там, сдувание, или что там происходит, на мой взгляд, все-таки, предположить, что вот на этом расстоянии, если растет таура Земли настолько, да, то это же некое, так сказать, ну, как бы поле Земли получается, и оно не, судя по всему, не зависит от того, повернулось-то ты одним боком там к Солнцу или другим. Ну, не знаю, поле это вообще объемное распределение для чего-либо. Так я тебе об этом говорю. Объемное поле распределенное... Я тебе и говорю, что вот здесь распределенное, это я рисую в одной проекции, но это же некий шар вокруг. Энергетический и фирродинамический. Ну, подождите, подождите, вот Татсюковский у него были бы возражения. Ну, мы что, ну и что. Были бы возражения. Ну, это же, понимаешь, я не отвлекаю научную теорию, как выглядит, мне не с кем спорить, на самом деле. Ну, вы со мной постоянно спорите, а я с вами. Это ты споришь. Я вас пытаюсь поставить на научную лицу. Понятно, но... А вы больше рассказываете свои ощущения. Конечно, так а что? Я больше ничего не могу, кроме своих ощущений. Разбежались у нас все. Разбежались? А были они? Ну, было 7, сейчас 3. А, у нас, правда, проживо идут несколько трансляций, придут, так сказать. Значит, ну, смотри, значит, вот попутно я замерял вот каждый день вот вода. Здесь набрана вода, каждый день набирал утром воды, значит, ее замерял. Это вода та же самая? Или это другая? Это та же самая. Это вторая была в прошлой. Вот та в маленькой банке, вот та, значит, это вот сегодняшняя, утром набранная. Ее я выливаю... Это все с прошлого. Да, а это все так осталось. Ее я выливаю потом и, так сказать, набираю новую, чтобы из-под крана замерить коэффициент диссиметрии, который под краном. А это вот так для сравнения, как влияют вот эти, значит, спирали на коэффициент диссиметрии, когда они с двух сторон насыщают эту воду или с одной стороны снизу, сверху, или вообще не насыщают. То есть вот как бы я могу вот только это предложить. Вот три таких вот страницы общения мои, так сказать, вот эти результаты выложены, мы можем их также выложить и под видео. Здесь каждый день, так сказать, я вот в чате докладывал, что называется, что я замерил, что происходит с мирозданием. Ну, в принципе, мы можем когда по вашим прикидкам это закончится? Ну, вот сейчас, судя по всему, оно поднялось, некий, так сказать, некая вот планка, которую мы достигли, она продолжает, вот уже смотри, третий день как бы сохраняется вот такой вот уровень активности, ну, я это сужу по схождению рамок, то есть одинаковый угол схождения и сколько это продлится, ну, я не знаю, надо каждый день это делать, вот, значит, больше недели это не может. Ну, в следующий раз у нас написано 30 января, так что значит, тогда мы уже, наверное, и спад этот заметим, так сказать, когда вернется все на круги свои, значит, в смысле состояния... Я думаю, мы сможем подвести итог 30 числа. верно, да. Состояние человека, собственно, ну, меня интересует больше. Как, значит, эта реакция, насколько это положительно влияет или влияет в каком-то патогенном смысле? Ну, вот я вам предлагаю вот эти данные, если вы продолжаете записи, 30 января сделать в виде графика. То есть, у вас здесь есть коэффициент диссимметрии, а то, что у вас есть цифры, отобразить их на графике, потому что здесь, ну, как бы, много текста, даже если вот это вот я сейчас зачитаю, или вы зачитаете, мне кажется, это будет сумбурно и непонятно. Ну, в общем и целом, может быть, да. Да, если есть необходимость, я могу помочь, но вот именно график, то есть по графику четко видно, например, что пошел спад, причем, поскольку у вас здесь отмечаются разные показатели, то это должно быть несколько графиков, наложенных друг на друга, где видно, ну, что-то, что-то да, видно. Ну, да, направленность во всяком случае будет видно. Так что, вот такое у меня предложение по этому поводу. А насчет полиформы у нас с вами постоянно необычуя. А что в полиформе тебе нравится? Нет, смотрите, полиформы, во-первых, если мы говорим про поле, то нужно определиться поле, ну, что это такое. Потому что просто сказать поле это неграмотно. Оно поле бывает там электрическое поле, магнитное поле, там поле цветов, поле высот, поле там чего-то такого. Это объемное распределение чего-либо. Вот. И мы должны определиться, вот, когда вы рисуете вот это вот изображение, вот это объемное распределение чего? Чего? Эфиро-динамического взаимодействия, так сказать, Земли с Солнцем, в результате получается вот такая вот не, подождите, ну, как, так же, как есть. Аура человека, да, условно, да, смотри, аура человека. Что это такое? Откуда? Вот человек живет. Да, честно говоря, неизвестно, неизвестно, что такое аура человека. Ну, а что такое? Это каждый, вот, каждый у вас спроси, там, разные позитивические школы, каждая расскажет что-то свое. Они по-разному обзовут это. Ну, подразумевают все одно и то же на самом деле. Ну, хорошо, а что такое? Кратко, вы можете дать? Кратко и емко. Кратко и емко? Ну, что такое аура? Смотри, ну, что, скажем, когда мы замеряем пробои, ты согласен, что вот, вернемся к началу, вот, есть сети диактивные, на которых мы спим. Если мы попадаем на узел и на интенсив, что пробивается в человеке? Почему вот это вот пробивается неизвестно что, определение чего вы сейчас затрудняетесь дать? Вот оно и пробивается. Вот по-вашему. Потому что ты не согласен с эфиродинамической концепцией. Нет. Я поэтому пытаюсь искать для тебя какое-то определение, которого, так сказать, мне не нужно на самом деле. Нет, я не то, что не согласен. Это ты должен дать определение? Я и говорю, что то, что вы говорите, оно не соответствует эфиродинамике Ацюковского. Почему не соответствует? Ну, потому что это уже эфиродинамика Николаева какая-то. Это уже какая-то другая эфиродинамика со своим эфиром. Что? Ацюковского это подобный эфир, которым, движением которого, механическим движением которого обуславливаются, объясняются все процессы. Ну, как все, не все, ну, по крайней мере, те, из которых здесь. Я согласен с этим. Гравитация. Все. То есть, что такое аура? Ну, вы должны тогда четко дать в терминах эфиродинамика Ацюковского. А вы даете в своих терминах? Или вообще каких-то? Каких? Вот я, это результат взаимодействия организма человека с вот этими эфиродинамическими газообразными, газоподобными эфиродинамическими вихрами, которые наполнены пространством. Ну, так, а конкретика? А конкретика? Что тебе конкретика? Я рисую конкретику тебе. То, что я ощущаю на человеке вот так вот, понимаешь? То, что я чувствую вот этот так называемый эфирное тело или ауру человека. Я не беру, не пытаюсь рассматривать там несколько тел, условно говоря, и там найти семь аур у человека. Я ее максимально плотно, так сказать, среду, которую я могу пощупать. Что назовешь? Это тепловое излучение. Это это что? Я не знаю, я у вас хочу я тебе привожу просто то, что пишут. Или пытаюсь объяснить, что вот там у человека так все одно, второе там есть чисто физически как и время. Не, смотрите, опять же, тепловая аура безусловно есть. То есть это можно измерить температуру, скажем так, температура окружающей среды. Ну, сейчас на сети наверное градусов двадцать, потому что мы не мерзнем и нам не жарко, а температура нашего тела тридцать шесть и шесть. Ну, по крайней мере. ладно, сейчас давай об этом не отклоняться. Вот если кому не нравится, пускай значит найдет для себя или так сказать не найдет, но не слушает. Я объясняю это так. Но у человека это результат взаимодействия человека с окружающим пространством эфиродинамическим пространством наполненным вот этим эфиром который имеет эфиродинамическую жизнь. Который он потребляет через канальную энергетику так сказать через себя и выпускает который он потребляет через эти энергетические центры на самом деле он может настраиваясь может любым любой частью тела воспринять окружающее это пространство настроиться так вот это результат этого взаимодействия чем полнее и сильнее эта аура тем больше потоки вот этого самого газоподобного эфира человек может через себя пропустить выпустить и впустить уже с другой стороны и так же пропустить значит вот при этом аура растет значит чем больше пропускная способность а при разных патологических состояниях или просто болезненных или значит недомогания аура уменьшается и больше там получаются некие пробои на теле а если спит человек основная идея из чего мы исходим что геопатоген среда день геопатогена геопатоген значит как бы подразумевается что человек придет и он ну или понимает или задаст вопрос что такое геопатоген а геопатоген это так же как и мы потребляем вот этот газоподобный так же и земля его потребляет как мы выпускаем его так же и земля выпускает и вот выпускает она его на поверхность земли это можно определить в виде сетей а сеть это пересечение полос в узлах получается узлы повышенной интенсивности вот собственно основная идея если кто-то не принимает это или не может принять ну и не хочет найти другого для себя объяснения ну это понимаешь нет по осюковскому все планеты и не только планеты небесные тела потребляют эфир который входит на второй космической скорости и это не зависит от их желания или еще чего-то то есть это как оно проходит через это и через нас он выходит не через специальные какие-то а просто проходит через нас как мы помеха ну как я не знаю проходит через нас электромагнитные поля это не зависит не от нашей там я не знаю от наших самоощущений от нашего еще чего-то поля проходит через нас и все и вот это вы даже не замечаете вот смотри пока мы приближались к солнцу к солнцу приближались значит аура каждого росла но до определенного момента так же как аура земли выросла до определенного момента вот это был критический как раз момента все люди на земле оказались в некоем патогенном патогенном состоянии понимаешь то есть но уже не излучениями земли а излучениями солнца если предположить что значит здесь все-таки солнечная активность на нас влияет в момент приближения к солнцу чем ты не согласен ну или критичная к этому нет ну да конечно я пытаюсь выстроить какую-то модель и она не получается да ну с определенным аурой ну так что и с ауры земли и со всем то есть ну вот так поэтому так и много значит каждый объясняет по-своему понимаешь может быть с некой дополнительной точки зрения которую мы не можем не хотим принять ну к сведению что это возможно а пытаемся со своей точки зрения сказать я не вижу этого вот то что там есть а вот с моей точки зрения я вижу только ногу этого слона нет я не про это говорю что вы говоря под термином эфир и эфир динамические взаимодействия вы понимаете вовсе не то что понимает под этим основатель эфиродинамики Владимир Акимов Чистюковский у вас это совершенно другое у него свое у вас свое возможно я не говорю что я изучил я принял так сказать для себя некоторые постулаты которые он так сказать выдвинул а у него нету ну нету хорошо определения некоторые определения которые он выдвинул и которые вполне так сказать согласуются с моим представлением о природе вещей так сказать о человеке в этой природе и я из этого исхожу почему я слово его взял ну если бы это было 10 лет назад или 20 я бы тебе говорил только про ауру так сказать нету есть про на то что там китайцы может быть про пши про прану я тебе говорил ки это все одно и то же энергия которую человек продуцирует за счет которой сделает нету подождите энергия она сама по себе не может она это параметр материи то есть когда мы молекулы разогнали они обладают больше энергии когда мы их остановили они будут меньше если говорить просто чисто о динамичности ну как бы не динамичности а статическом это аура если мы можем говорить так сказать о потоке значит вот он выходит из входит через ноги скажем по передней поверхности выходит через руки это нормальный вот как бы кругооборот вот этой самой этого самого эфира значит в человеке если сконцентрироваться и так сказать можно усилить этот поток почему вы считаете почему вы называете это эфиром вот вопрос тогда может это не эфир хорошо почему Оцыковский назвал эфиром излучения земли который он тоже так же рамками замеряет и значит говорит вот это нет он значит он назвал это другим эфиром эфиром земли нет я вам выдвинул предположение что есть вот такие вот потоки завихряющиеся эфира опустился на следующий уровень организации материи вот он сделал предположение что это вихревые эфирные потоки которые нужно вот этот вот целенаправленный вихрь разбить что он и делает своими лепешками и с только спутанной проволой ну подразумевает что это эфир выходит из земли нет он подразумевает что все эти самые явления они так или иначе обусловлены эфиром и мы сами состоим из эфира который организован в виде элементарных частиц нет я не ответил на него я подразумеваю раз мы потребляем но почему вы считаете что вы потребляете эфир вот таким вот способом на основании чего такая уверенность то есть я как бы вижу просто что вы говорите со Циковским разным то есть возможно что-то еще он говорит о земле а я говорю о человеке вот в человеке есть эти канальные это энергетика так называемые китайские каналы 12 парных каналов которые соответствуют органам человека и так сказать у них вся медицина построена на биологически активных этих точках которые находятся по ходу канала да и там энергия Ци Ци ну или эфир какая разница не ну они разве этот самый разве у них Ци такое же имеет значение что все как бы у него построено мы не знаем мы не знаем так сказать я не китайцы я философию их так сказать не знаю в этом смысле что они подразумевают но все подразумевают энергию и говорят об этом что это энергия я подразумеваю что это за счет чего человек живет так сказать ну вот за счет чего за счет того что покушал ну за счет преобразования одного в другую ну а там вот люди а когда эти самые солнцееды так называемые годами не едят да нет а почему а я вот что-то не видел вот если я увижу санцеида ну я тоже не видел но где-то снимки видел ну не важно на снимке это не видно есть ли что-то кроме солнца или нет ну не важно значит вопрос этот феномен хотелось бы изучить попристальнее изучить только так сказать это уже без меня так сказать вам не интересно посмотреть на живых санцеедов а ты имеешься санцеедов на самом деле большого такого интереса что-то я не испытываю чтобы там встретиться поговорить потому что я не собираюсь нет почему не только встретиться поговорить а понаблюдать понаблюдать так это можно и вот где-то фотография была можно вот его каждый день посмотреть не, ну бывает у человека есть солнце а если голод сильно замучает он может и котлету съесть ну вот был такой Иванов Порфирий Корнеевич но он не выбранный едом он так сказать очень там мало значит как там описывалось в свое время он там буквально там ягодку две в день не слегал ну не важно сейчас ну как бы это такой вопрос значит каждый сходит с ума по-своему не сходит с ума по-своему я вот по-своему схожу с ума так сказать у меня вот потому что я столкнулся с этим понимаешь потому что я на практике на своем опыте так сказать понял что вот это излучение меня исковеркало так называется в один прекрасный момент и когда замерил да действительно там оказалось это вот эти полосы значит ну они я подразумеваю что люди так сказать ну как бы издавна об этом знают все эти разговоры о том что строили люди там на определенных местах и так сказать и так далее это да что есть гиблые места есть там места силы но про сети и регулярную структуру они не говорят значит чего они ну как кошка сети они описал первый по-моему Хартман описал это сто лет назад меньше даже потом уже начали один и второй там описывать сети они может быть так как регулярную структуру не определяли но определяли как бы как некий вот патоген так сказать довольно большой поэтому собственно оттуда наверное и пошло что все как говорят о геопатогене подразумевают что некое мощное так сказать вот такое место гиблое вот как ты говоришь да а это значит оно ну вот все такое гиблое не ну понимаете гиблое место это не совсем конкретно то есть может быть разные причины то есть человек понимаешь место нехорошее а что там то есть это может быть например место с радиоактивным заражением почему нет ну это сейчас нет ну к примеру ну хорошо не с ради там из газа какие-то еще то есть что-то неведомо что человек побывал в этом месте потом заболел и ну понимаешь ну умер а с чего бы тогда люди как бы вывели что вот это место значит там многие испытывали некое неудобство но у людей есть склонность к логическому мышлению ну вот я и говорю значит они ощущали выявлению причинно-следственных связей это напрямую связано с выживанием человека поэтому в принципе когда вопрос касается выживания человек здесь нормально определяет причинно-следственные связи ну это и правильно что затронул выживание основной постулант который я значит декларирую что надо повысить возможности своего организма к выживанию именно к выживанию а для этого как минимум нужно значит эти сети убирать чтобы ну понимаешь вот ну я не могу ошибаться вот так вот как бы ну на абсолютно всех ну а где-то я могу ошибиться там условно говоря да но когда это смотришь и на каждом это находишь нет такого не может быть такого и тем более значит я тебя вот здесь вот на этот узел положил через пять минут у тебя он образовался два 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 целых две пробоя ну можно предположить что вот этот такой злодей значит хочет всех обмануть понимаешь зачем он вот именно зачем он это делает может он заблуждать свое время значит на вот эти вещи которые все равно окажутся как бы ну но ведь пока никто не кроме тебя никто не сказал критических а говорят наоборот ну видите мы значит мы скинули ссылку мы ждем критиков и порно хулиганов да кто там хочет сейчас что-то даже по-китайски чьи душа пишут ацци ну я тоже я тоже не знаком китайск ну душа значит душа хорошо чем больше душа отчего она большая становится значит вот растет по-видимому ее аура с определением души тоже есть проблема примерно такие же как и с аурой ну это да нет ну с аурой меньше проблем по-моему потому что ее можно вот замерить конкретно а душу только вроде как после смерти замеряли там пару грамм намерили ну там тоже видите спорно там как с этим самым а насчет того я хотел сказать помните на этих на курсах там рассказывали что есть женщина у которой завышен тетаритм и она считает что у нее связь с космосом ну у меня надо было у меня проверить может быть у меня тоже этот тетаритм завышен я этот самый как его а тетаритм как мы узнали он определяет отвечает за критическое восприятие действительности ну я на мой взгляд достаточно критическое восприятие действительность в такой степени что проверяю я же не просто говорю об этом показываю на конкретных рамки никто не может оспорить потому что ну сотни тысячи и миллионы людей пользуются этими дополнительными как бы инструментами нет ну что значит рамки не могут это как мы уже говорили это субъективный метод субъективный там зависит от оператора вопрос так сказать повторяемости я имею ввиду если бы я один как бы только этим занимался и вот так говорил да ну да ты что там ошибся и все люди же этим занимаются и как-то себе помогают во всяком случае как минимум себе помогают потому что могут определить допустим им это в данный момент нужно не нужно это вот делать нужно не нужно или в какой степени можно делать или там есть или пить условно но есть же эффект плацебо есть эффект плацебо так сказать можно но есть люди у которых аллергия на вай-фай кстати было бы интересно вот посмотрите они действительно определяют вай-фай или они просто видят роутер и у них начинается аллергия скорее всего потому что у них скорее всего есть большие проблемы с этой аурой и с пробоями тела и уже даже вай-фай когда они входят в соприкосновение настолько уже проникает в их тело что они начинают что-то чувствовать так что но здесь как выясняется многие вещи нужно перепроверять то есть прежде чем комментировать нужно убедиться что это действительно так и есть помните я по-моему вам отправлял про кириллиан эффект как там что это никакая не аура и когда вот есть известные картинки распространенные когда отрезают часть листа и там продолжают светиться вот и я отправлял вам как раз человек пишет что у меня есть такая целая книга этого как его называется кости константин боксин самое основное что они определяют это не протирая стекло то есть они положили лист он отпечатал свои там выделения какие-то лист это же не просто как бы потом они отрезали и то что с него натекло оно продолжает светиться такие ошибки может быть есть такие ошибки есть и человек повторил вот это то есть эти очень нет там речь не о том если вы в интернете сделаете поиск написано что да вот такие бывают случаи что отрезали часть листа и оно продолжает светиться вот это аура типа это сложно повторить вот он говорит я пожалуйста повторяю на раз два не протираем стекло положили отрезали еще раз положили ну если вы сначала отрежете потом положите разумеется такого не произойдет то есть здесь так же как и вот эти вот пылинки например которые появляются только на аппаратах типа мыльница только со вспышкой которые кто-то же кто-то шары праны кто-то еще что-то ну хотя есть в общем-то такое объяснение причем если напылить побольше ну там больше этих шаров будет ну да да нет ну это так сказать есть наверное как бы более объективные что называется методы проведения таких экспериментов кто-то может быть значит проделываю так нет есть ошибки в экспериментах есть еще что-то давайте я прочитаю мне цитата очень нравится как раз по нему в тему теория заговора должна быть простой логики от нее не требуется реальной сложности люди боятся больше чем вымышленных продуктов ха-ха-ха ну да заканчиваю вот все правильно это из William Gibson периферийного устройства ну в общем в целом вот это примерно так а тут видно кстати говоря тут может быть не очень да нет видно я могу прочитать ну у вас есть я внес как бы элемент дискуссии и в очередной раз пытался вас направить на научные рельсы а вы с них съезжаете ну почему я не против научных я за эксперимент понимаешь то есть что может быть лучше в науке чем эксперимент трактовка это эксперимент вот трактовка давай я делаю эксперимент трактуй но мне приходится самому трактовать а значит придумывать или брать какие-то так сказать ну нет наших слов как говорится да мы все осваиваем как бы то что уже кто-то что-то сказал и как бы пытаемся через известные понятия или слова вот пытаться рассказать то что мы чувствуем или то что скажем в этом эксперименте есть значит ну так это это нормально на самом деле и наука так действует она не придумывает сразу какую-то концепцию так сказать такую заумную это последовательно последовательно так сказать она там есть такие теоретики так сказать особые люди особого склада которые значит вот сами не делают эксперименты а объясняют и выдвигают разные так сказать путей как объяснить нет ну видите как теория это обобщение практики причем как и системное обобщение ну так значит ну вот говорите давайте давайте я поделюсь вот у меня как-то родилось такое что как принцип реактивного сопла то есть у нас есть некоторые факты скажем так которые мы сводим вот узкую достаточно теорию ну я не знаю это мы померили к примеру сопротивление ток напряжение свели это в закон Ома и дальше мы можем распространить это уже на гораздо большее явлений вот вот я считаю что теория примерно так вот должна то есть вот у нас факты на которых строится теория и дальше если мы как сказать верно в определенных рамках сделали эту модель то мы можем ее распространить вот уже на гораздо большее количество да правильно ну что вот как я могу я распространяю у меня уже большой накопился насчет сетей смотрите вот как здесь у нас есть планета мы нарисуем и схематично мы нарисуем что есть вот эти вот параллели и меридианы параллели меридианы это воображаемые люди ну вот я думаю что там кто-то что-то так сказать чувствовал чтобы сказать вот здесь будет нулевой ну через этот гринический который проходит через да так вот почему через него ну потому что там обсерватория была вот поэтому первый нулевой там когда она была построена эта обсерватория ну очень голова не там советов нет не очень вот когда давайте а старые карты которые так сказать которым сотни лет они что из этих самых ну вообще карты карты были разные надо конкретики давайте сейчас речь не об этом что вот сети то есть есть какие-то значит ну вот какая-то регулярная структура я на самом деле задавал уже этот вопрос то есть смотрите и мы измеряем на разной высоте то есть земля-то у нас тоже она неоднородная где-то выше где-то ниже то у нас вот эти вот ну например вот если она к центру земли сходится то есть у нас сетка а на земле она получается натянута вот эта сетка то есть чем выше получается они должны расходиться вот эти вот сети а чем дальше они должны сходиться это по логике вот этого самого а из ваших измерений этого не следует у вас почему ну я же земле это делаю а этаж скажем 23 на котором ты живешь где в принципе там сдвиг может есть какой-то предел ну подождите ну это ж это в геометрии тут можно посчитать должен быть сдвиг уже ну хорошо а если на горе тогда ну ладно 23 этаж ну а там будет своя так сказать свой выход ну все равно мы же там не все равно мы же не замерили под горой прорыли туннель промерили есть там нет я не знаю есть под землей и в какой степени нет мы можем привязаться к уровню моря вот я лазил по пещерам если бы я тогда уже был как бы знаком с этими делами я бы померил там что там есть эти сети или нет не знаю может быть там как раз полный геопатоген так сказать сплошной потому что на самом деле когда мы чем-нибудь сеть захватываем приподнимаем как бы ее вверх то усиливает она усиливается расширяет ширину полос давай кого-нибудь померим может кто-то хочет там ну тут есть в чате видите что-то никто не заходит наверное боятся спрашивают что за зверь вот а надо да конечно кто за зверь это а в смысле этот зверь нет давайте интригу мы можем сказать следующий раз что это это так сказать геопатогенный бог геопатогена геопатоген роганый есть так сказать вот вообще это зайчик это зайчик почему у нее куриные лапки ну это художник так видит спрашивают как пробой обнаружить пробой нарисовать ауру так он видит меня поки ну наверное видит но что-то он не заходит хотя мы ссылку скинули почему-то видите на нашу трансляцию не заходят даже порно хулиганы что-то у нас сегодня но они зашли в чат а в чате а в трансляции как бы а в этот самый по видео или голосом понятно в чат прозевали бы ну как как прозевали ну у нас видите один монитор поэтому мы смотрим либо видео либо чат вот кто-то пишет надо босиком ходить по земле чтобы плохое электричество в землю разряжалось ну пожалуйста ну это один из вариантов особенно вот сейчас еще можно как пишут и говорят я даже когда-то это сделал лет двадцать или больше нужно можно заземляться просто берешь на ногу гибкий провод и батареи и вот вся статика так стекает и вроде как а можно цепь как у бензовоза привязать да можно они же тоже статику так сказать на землю спускают нет ну видите статику там можно померить конкретным прибором вот вот сегодня начал это делать прибор что это для обратной связи с приборами чтобы сюда цеплять надо доделать людей это наверное можно так вот на словах так сказать не объяснишь не заинтересуешь надо что-то показать нет в банках не спирт в банках вода если пришлете спирт то мы его зарядим вот этими так сказать излучениями эфиродинамическими вихрями и выпьем нет и проверим как оно так сказать как этот самый синдром так сказать хмельный синдром или как он называется абстинент абстинент нет но это уже после употребления после того как вы его зарядите после того как его употребить потом уже наступает абстинент синдром ну это если зарядка вот надо проверить надо иметь человека соответствующего так нет ну можно про меры начать с того что просто как бы в банках в одной будет спирт а в другой вода и что покажут замеры ну наверняка тоже будет коэффициент диссимметрии расти вопрос дальнейшего как бы как он будет влиять на мозг человека ну спирт совершенно определенным образом влияет там разница минимальна заряжена или нет думаешь возможно что как-то и по-другому так что как заряд измеряете ну человек наверное первый раз расскажите как вы измеряете заряд заряд воды имеется ввиду ну наверно просто вопрос такой а как заряд измеряете ну смотрите есть разные есть разные как бы методы вот интуитивного так сказать такого плана если вы знаете вот скажем рамки вот я с рамками могу там скажем как-то по углу отклонения рамки судить без опыта естественно насколько скажем данное место или вот эта вода имеет так сказать условно говоря заряд если его раньше не было можно другим способом построить диаграмму на бумаге что то что то что тут нету давайте я вот здесь возьмите ручку да есть да у меня по моему смотри есть диаграммы их приносил кучу, сейчас я покажу, целые книги тут есть этих вещей, там все эти диаграммы, вот целая папка, диаграмм разных, вот скажем вы делите такую диаграмму, вот такую вот диаграмму, вот она, делите ее на определенное количество частей и берете маятник, настраиваете, задаете вопрос, вот кстати диаграмма для определения индекса pH, кислотно-щелочного или кислотно-основного равновесия, и таких диаграмм, ну это уже примерно диаграмма одинаковая, но на разные случаи жизни, вот они приготовлены заинтересованными людьми, кто вот пользуется маятником для этих вещей, я на данный момент просто беру, беру ручку, рисую, скажем вот, сейчас я немножко, вот скажем, беру, есть вопрос, какой, вы про заряд говорили, воды, у меня этот заряд, я его в единицах диссимметрии, так сказать, определяю, потому что под этим диссимметрии у меня есть определенные логические как бы понимания его, из чего это исходит, из физических каких параметров, но, и поэтому, значит, я что беру, беру вот так вот, рисую вот такую диаграмму, а диаграмма простая, просто по оси, значит, вертикальной, начинаю, значит, задавать вопрос, коэффициент диссимметрии, сколько здесь, ну вот, вот там вода из-под крана, вот та последняя, значит, какой там коэффициент? 50, значит, задаю, да или нет, 50, да или нет, если, вот она не идет у меня, не показывает нет, она колеблется, 100, колеблется, 150, колеблется, 200, вот пошла, значит, на 200 уже, там 200 нет, да, значит, я тогда пойду вниз уже, значит, вот последнее было 150, 160, 170, 180, вот она пошла, значит, меньше 180, 170, вот она все еще колеблется, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, вот 177 пошла, значит, 176, вот этот коэффициент этой воды, которая, значит, находится под воздействием, ну, вся земля находится под воздействием вот этих вот солнечной активности в данный момент, отсюда крещенские времена, значит, вот получается, что эта вода из-под крана имеет коэффициент диссимметрии 176, и так можно любую величину, в том числе PH, скажем, я бы мог там посмотреть, или абсолютно любой параметр, но при этом, конечно, желательно, чтобы это было некое представление от, из чего это, что это означает, и какой физический вот параметр стоит за этим, или какие физические качества или свойства за этим стоят, тогда это будет, значит, более верно, так сказать, чем просто, если ты вообще ничего не знаешь об этом предмете, а хочешь еще, так сказать, узнать, да, можно, да, нет, скажем, тебе подходит эта вода сейчас, или не подходит, ну, можно, да, так, задать вопрос. Ну, вот они спрашивают, это идет структурирование воды, или что, что происходит с водой? Да, идет некое структурирование вот в таком ключе, но вот этот коэффициент вот этой структуризации, я его определяю в параметре диссимметрия, именно правозакрученное, так сказать, облучение эфиродинамическими потоками создает вот такой вот, значит, такой коэффициент, условно говоря, в данный момент для воды. А если она была до того, как Солнце, значит, мы вошли вот в эту зону активности, Солнце, она была утром 17, вот несколько дней назад. 17 всего. Это очень низкий коэффициент. А сейчас это очень высокий коэффициент, и человек с такой диссимметрией, этот, если привязывать к, ну, для этого вот надо смотреть предыдущие, вообще говоря, ролики, потому что там это объяснялось подробно, что это значит и так далее. Значит, это коэффициент диссимметрии, примерно, детского организма, то есть вполне здорового, значит, не затронутого какими-то патологическими процессами организма. С возрастом уменьшается. При болезнях уменьшается. При онкологии, значит, тоже очень резко уменьшается. И когда достигает, значит, так называемой симметрии, это, значит, вот онкология. То есть, есть такой метод, значит, вот кутушевок, замера через этот коэффициент ранней диагностики онкологии. То есть, вот, а вот эти вот банки, они уже стоят с самого первого дня. Мы просто, как бы, вот в динамике смотрим, насколько это будет меняться и так далее. Хотел сегодня в церковь зайти взять, но вот не было времени, к сожалению. К следующему разу возьму банку воды в церковь, посмотрим, какая там диссиметрия, значит, какой коэффициент, как структурирована вода там. Там бесплатно наливать? Да я уже, я в прошлом году был, но сейчас уже не помню, платно, бесплатно. По-моему, бесплатно, если из чана наливать, а если покупать уже бутыли готовые, они, ладно. Вот, смотрите, Wi-Fi излучение на воду влияет. И один говорит, сейчас банку принесет возле экрана, чтобы заряжать. Ну, не знаю, будет ли она заряжаться, так сказать, возле экрана, это надо к чумаку с этим делом. Чумак, а чумак уже не заряжает? Уже не заряжает, да, но он уже умер. Да? Кстати, у него были тоже такие здоровые пробои. А сколько ему лет было, а как же не помогло? Нет, ну, а че, ну, я говорю, что вот человек, он занимался все время такими вещами, а спал на этих узлах на геопатогенах. А Касперовский-то вроде жив. А Касперовский еще моложе за его. Я видел, как-то в морду кому-то дал, я говорю, что шарлота. Понятно. Так что? Ну, короче, вот... Все нормально у Касперовского. Да. Здесь можно вот немножко, если ослабить, вот это... То можно вот... Да, да, я... Вот обратно. Ну, вот знакомые голоса появились. Ну, будут, наверное, постоянные зрители. Да. Программы «Вечерний пиадок». Так что, ребята, если есть желающие... Значит, замерить свою ауру и как каналы работают, ну, и в том числе и диссиметрию, но могу сразу сказать, что это не показатель, потому что сегодня мы вышли на некий, значит, вот очень высокий уровень, так сказать, активности организма человеческого. Если бы это было 20-го, вы пришли, тогда был самый пик приближения к Солнцу, да? Там как раз это было уже патогенное, достаточно сильно патогенное влияние. А сейчас вот мы вышли, как бы уже на плата такое. Довольно, поэтому, если я вам скажу, что, значит, там у вас аура кругленькая и каналы все выше средней линии, а через неделю это может быть, так сказать, вы будете знать, что у вас очень хорошо. Ну, до поры до времени, пока, значит, поэтому, может быть, нет смысла рисовать сейчас, потому что, ну, не объективно это. Сегодня, сегодня, сегодня очень у всех высокий энергетический уровень. Два массы, пожалуйста. Ну, что ж, попробуем. Я, потому что, по этому же поводу, мы в тот раз это проделывали. Да. Мы это, ну, знаешь, мы проделывали только в одном направлении. Да. Вот. А такую же вещь можно проделать в нескольких направлениях? Ну, то есть, в смысле, куда излучает? Да. Ну, пожалуйста. То есть, потому что тогда было вот в таком вот виде. Да. Она излучала, по-моему, в эту... Да, да. Я не знаю, у вас где правая рука, но покажите правую у вас. Правую вот. А, понял. Значит, она влево... У меня с левой стороны все было. Да. Значит, она влево отклонялась. Вот. Я говорю, как сейчас вот просто взглянуть. А, как сейчас? Ну, давайте. И потом за счет. Как в обратную сторону. Хорошо, хорошо, хорошо. Посмотрим. То есть, такая же вещь идет. Нет, немножко не такая. А вы двойным проводом делаете или одинарным? Я здесь сделано двойным было. Ну, вот, понимаете, вы сложили провод в противофазе. Ну, как бы вот если... Нет, он просто сложенный двойной и все прочее намотан. Я об этом и говорю, что он двойной. Но двойной он сложен вот так вот. Да, то есть, так вот намотан. Это называется сложить в противофазе. А нужно вот так вот его разрезать вот здесь. И вот так передвинуть к началу. Вот это начало передвинуть сюда. Тогда это будет сетфазный провод. И тогда это будет... Вот эта катушка, которую вы практически получили, она будет излучать в одну какую-то сторону. Если это нужно, конечно. А если не нужно, то тогда можно так. Я вот как раз за счет для этого вот варианта не стал изменять. Просто сейчас вот направление изменю. Направление чего? Вот такое вот в обратную сторону. А, ну давайте, так какая разница? Вот. И еще проверить вверх-вниз. Вверх-вниз? Ну, то есть вот таким вот образом. А, ну в смысле, понятно. То есть к вам вот таким вот образом. Понятно. Так нет, ну это, на мой взгляд, бессмысленно как бы. Потому что, ну, во-первых, вот смотрите, у вас сейчас излучение идет в обе стороны. Как бы вы ни поворачивали, оно будет, особенно вот из центра, как бы, идет. Поэтому, как вы не будете вращать или переворачивать в обе стороны излучения. Я же рисую излучение эфиродинамических потоков, которые формируются... Я ее немножко повернул уже в обратную. Нет, смотрите, которые формируются полем формы, обракованной вот этой вашей фигурой. Понял, ясно. Ну это я понимаю. И это мне объяснять не надо. Я просто... Для всех остальных, чтобы понимали. Нет. Это для себя. То есть хочу определить, потому что здесь вот с этой стороны у меня восток, с этой стороны запад. Да. И вы подразумеваете, что есть некая, скажем, условно говоря, электромагнитная линия или какая-то линия... Ну да, то есть... Вот такая. ...может управлять этим потоком в какую-то сторону? Нет. Просто это хозяйство определяет, ну как его, вот она сама рамка со своей, как говорится, пучностью. А этот поток искажает. Ну это может быть какое-то у вас там конструктивное. Я-то такие, так сказать, вещи не могу замерить, потому что я не понимаю, о чем вы говорите. А я замеряю только излучение от плоскости в одну сторону, а в другую. Да, да. Но это интенсивность. Вы как раз же показываете интенсивность. Ну интенсивность относительная, потому что это зависит от чувствительности, так сказать. Кто-то более чувствительный, у него было, скажем, вот туда уходила бы рука. А у меня она ушла только на, там, условно говоря, на 5 сантиметров от плоскости. От вот такой вот, как говорится. Так. Было вот в таком вот виде. Ну вот смотрите, то же самое. Я вот иду, вот она в одну сторону пошла, потом пошел туда, вот в другую сторону. Ну вот от центра, вот смотрите, вот, вот ваша, эта панель. Ага. И вот от центра в одну сторону излучения. Вот она здесь вот подходит сюда, и вот здесь вот в другую сторону излучения. То есть оно симметрично, видите, по силе. Так. Я ей сказал, поэтому... Да, потому что повернул ее. Нет, не потому что вы повернули. А потому что она намотана, я же вам объяснил, проводом, который сложен вот так вот пополам. Если вы сложите провод, разрежете и сложите его синфазно, то есть как бы начало к началу, то излучение будет в одну сторону. И тогда вы бы сказали бы, а о, это вопрос... Нет, они не замкнутые. Получается. Это двойную, но она не замкнута. Здесь не обязательно замыкать. Здесь спираль получается практически, определенная спираль как бы, да? Которая, значит, вот имеет, вот это вот, образует вокруг себя, вот это вот поле формы, я ее называю. Александр по-другому, может быть, назвал бы. А, ну, а я вот так вот привязался там к такому, у этого, по-моему, у Некрасова, значит, мне там понравилось. А вот это вот вверх-вниз как? А вверх-вниз, ну, так, значит, смотрите, мне, мне, значит, вот я тогда тоже вот так вот положу, да? Да. У меня действительно, у меня будет немножко по-другому, потому что, когда я горизонтально это рисую, рука еще дополнительно, как бы, у нее свобода движения, как бы, это нормальное, что называется. А если по вертикали, это мне значительно сложнее будет, понимаете? Ну, то же самое. Есть... Обе стороны идет. Да. То есть от положения относительно сторон света это не зависит. Ну, вернее так. Возможно, в вашем варианте вы что-то там, как бы, придумали какую-то... Нет, я просто хочу некоторые вещи изучить, вот это... Понимаете, я не обладаю такой чувствительностью, чтобы понять, влияют ли, так сказать, стороны света на это ваше устройство. Я решила, только результирующую, вот заметьте, что это результирующее некоторое. Ну, это все правильно. И солнце, которое сейчас светит на нас, и так далее. Это все правильно, но Зачой, вот тогда Зачой, было вот именно в таком вот положении. Да. Вот, в таком положении. То есть это находилось с левой стороны. Вот эти вот. Да. Вот. И Зачой... И было в одну сторону. Было в одну сторону. А сейчас обе. Значит, я предположил. Я не решила, что это точно. Я предположил. Я потому что изменил. Потому что вы пока рисовали, я изменил направление. Понятно. Ну, вот... Ну, просто взгляните. А что, еще раз? В смысле? Есть ли там... Давайте. Ну, есть также в обе стороны. В обе стороны. В какую сторону больше? В какую меньше? Больше? Ну, больше вот я... Я вот ее рисую. Да, она как бы одинаковая получается. Немножко, как бы геометрически, так сказать, они чуть-чуть имеют некую, так сказать... Ну, это не говорит о том, что это просто говорит, что так рука у меня идет. Ну, ладно, ладно. Примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Именно в настоящее время. Да. Так, у меня потому что есть еще один. Как говорится, в виде гирокомпаса. О, включайте гирокомпас. Вот там, значит... По-видимому, любое вращающееся тело... Нет. Это не совсем. Это просто висит система. Это вот. Так, где она тут? Ага, вот. Так, вот. Так, где она тут? Ну, да, ее же так, чтобы я мог разлетить, что... Да, я, значит, ее сделаю по... Какую-то... Мне нужно какую-то ось симметрии там найти, по которой я могу описывать. А так... Вот она как раз. Висит. Коробочка. Вот она. Так. Вот эта квадратненькая, да? Да. Ну, а она же еще, самое основное, что она берет и в определенные дни раскачивается, то, как говорится, больше, то больше, то меньше раскачивается. Ну, понимаете... Иногда стоит просто, не двигается. Давайте, вот, я, как бы, предположим, что ось симметрии у нее снизу вверх идет. Снизу вверх у нее... Ну, нет здесь никаких... Нет, она, значит, как гирокомпас. То есть она на магнитное поле, похоже, реагирует на изменение магнитных... Как бы я не вижу этих самых... Ну, во всяком случае, вот в таком нарисованном... Да нет, я говорю, это понятно. Да, конечно, хорошо. Да нет, вот есть некая, так сказать... Есть некий момент у нее... Как бы вот обозвать-то его... Так... Еще вот эту штуку измерять? Да, да. А что это такое? Ну, какой-то гирок, гирок, гирок. Так, я сейчас немножко сделаю... Вот так. Я тут кручу. Освобожу. Да, он раскачивается. Я проведу. То есть я тогда это рисовал. Вернее, этот, как его... А, так. Распусывать придется немножко. Или я попутался. Вот так. Не знаю, что видно. Вот она. Вы снять-то ее можете, покрутить, чтобы я видел ее, так сказать, а то... Я сейчас... Не полетаю. Ага. Получается, если она квадратная, какая-то кубическая... Она, значит, в виде рамки сделана. Ну, так вот, мне бы ее все-таки увидеть и посмотреть, что... Где, как эта рамка расположена, куда смотрит. Чтобы я мог рисунок-то сделать, которым, так сказать, обрисовывать. Потому что иначе... Нет, нет. Я могу обрисовывать, как говорится... Так, стоп. Так, стоп. Окей. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поставьте его ко мне торцом. А, у вас там он висит... А, вот так вот, да? Значит, вот я его нарисовал, и вот теперь... Да, вот он есть тоже влево излучение. Влево излучение. Ну всё, всё, замерил. Так, и чё здесь вот спошли? Кого-то... Человек протирает микрофон... Так, а нет, чё, у вас микрофон выключен. Да? Алло? Бронислав, у вас микрофон выключен. Нет, чё-то мы ничего не слышим. Ну так, кто желающий есть ещё или нет? Входите в чат. Ну, может, в стирлицу послуху. В стирлицу, давай. Открывай чат. Там... В этом самом записи... А, ну давайте посмотрим. Бронислав, ну мы вас не слышим. Бронислав. 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 Да ну вот это переключается, все необходимы. А, вот там внизу, да? Да. А кто Владислав говорит? Бронислав, мы так и говорим. Значит, нас плохо слышно. Вечер добрый, вы меня стучите? Да. Вот очень интересно, как вы определяете, чтобы вы запрограммировали, структурировали и так далее? Нет, так, еще разок как-то. Ну, расскажите еще раз суть вашего метода. Да нет, подожди, он там просто... Да, 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 да. Вот мне интересно, вот метод, а через музыку, может, у вас какие-то свои методы программирования воды? Нет, программирование воды... Я не программирую воду. Программируют воду или, вернее, информационное наведение на воду осуществляют эфиродинамические вихри, формируемые вот такими спиралями. Значит, в том, так же, как эфиродинамические вихри вот сейчас, в крещенские времена, идущие от Солнца, всю воду на Земле, ну, во всяком случае, в нашем полушарии, потому что мы здесь вот живем и здесь промеряем. Значит, вся вода вот имеет где-то коэффициент диссимметрии 176, условно, 178, да, 180. Это наводит на нее правозакрученные вихри эфира окружающего нас пространства. А как-то модулировать, модулировать как-то эту воду можно, если, скажем, вложить в эту коробку, условно говоря, тот предмет или тот вещество, которым вы хотите промодулировать или зарядить воду, или структурировать ее. Да, 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 спасибо. Вот я как раз наблюдал, в Ханновере, по-моему, была конференция про воду в каком-то университете, мы сидели, и там очень была лекция. И вот что вы говорите, вот какую-то вещь сюда поставить, да, это и будет программа, что-то там напишешь, что-то там поставишь. А, да, ну вот если... Через бугер, колокол, колокол. Да, если вы слышали или читали что-то, или Петра Горяева. Да, я слушаю. Это волновой геном, его волновой геном, так называемый. То есть он, значит, чем занимается? Значит, они на... Ну, условно говоря, снимают информацию с пуповинной... Ну, в идеале, в идеале, с пуповинной крови человека. И, значит, делают некую матрицу на каком-то носителе. Это может быть звуковой, или там световой, или как угодно носитель, который... Где вот музыка, или, значит, какие-то еще вещи модулируются вот этой вот информацией. И подразумевается, что это самая, как бы вот чистая, изначальная для человека информация, информация, которой потом, много лет спустя, даже в старости, в любое время, он сможет модулировать, скажем, ну, или структурируя воду вот этим вот, или свой организм в какой-то степени, значит, восстанавливать вот этот вот... на генном уровне, так сказать, свою структуру. Ну, так сказать, можно туда положить какое-то лекарство, если особенно дорогое, и попробовать, чтобы не покупать его постоянно, и не тратить лишние деньги. Потому что, ну, как во всяком случае некоторые говорят, это может почти что заменить физическую таблетку. Да, это вполне реально, потому что уже исследования были, как в Германии, так и в Японии, они уже измерили, что если воду кипятить, по-моему, 28 раз, она остается мертвой водой. И снежинки тоже, вот есть и фотографии, можно и найти, и посмотреть, есть изучение, как выглядит живая вода, как выглядит, то есть структурированная вода. Да, это вы имеете в виду фотографии кризис замороженной воды? Да, да, да. Ну, это да, это интересные эксперименты, конечно. Где-то в России тоже, или в Москве, или в Питере кто-то занимается. А вы сами занимаетесь экспериментами, например, там, с какими-нибудь, не знаю, растениями, может, пробовали что-то в огороде, не знаю, растения, вот как вы реагируете? Нет, нет, я лично нет. Я лично нет, я только экспериментов на себе. Нет, ну, сейчас люди смотрят, кто-нибудь все равно возьмет и попробует. Тут катушек, катушек, да, по-моему, сколько... Нет, люди, да, используют это. Даже больше, что я читал где-то там, значит, что просто делают мелкие, так сказать, такие, значит, вот формирователи вихрей, рассыпают их на определенной площади, и там, как бы, улучшается схожесть и рост растений. Это, ну, это подразумевает, что есть. Этот эффект проявляет себя. Да, да, спасибо, что вы интересуетесь такими вещами, потому что есть в науке, например, они как-то пропустили уже был один раз, а сейчас я не знаю, сколько они уже лет изучают, и мы как-то результатов у них не знаем. А вот такие вот эксперименты, вот, тоже очень интересно, и очень интересная вещь, то, что человек, который углубляется, узнавает про эту сферу больше, чем другой, например, занимающийся каким-то, ну, там, Теслы, там, какими-то катушками, вообще в другую сторону. Ну, да, вода, вода это наше живое, это нам надо, потому что у нас дети растут, внуки, у вас тоже внуки растут, и планета чистая, и здоровье чистое очень даже важно. Ну, вот еще одна, одна встреча 30-го будет, это посвящено вот крещенским временам, ну, то есть, потому что сейчас мы как бы вышли на плату, вот за неделю мы, скорее всего, спустимся, то есть активность, уйдем от Солнца на такое расстояние, когда активность Солнца уже не будет настолько преобладающей, и появятся опять эти геоактивные сети, которые, значит, вот на Земле можно определить как сеть. И тогда вернемся еще ко всяким видам, значит, вернее, к всяким методам подготовки воды, именно с точки зрения, там, ОВП, PH изменения, значит, там, водород, дыхание водородом, то есть, вот такие вот вещи, и все это, значит, вот через воду как бы. То есть, там будет еще одна встреча именно со всякими замерами уже конкретно приборами, вот этим, потому что ОВП-метр есть, PH-метр есть, водородный генератор есть, значит, вот будем дышать, замерять свои какие-то, можно какие-то параметры внутренние, но уже все равно интуитивными, по ходу, так сказать, вот этими методами, в смысле на определенных вот этих вот шаблонах или диаграммах. Так что, если интересно, приходите. Конечно, будем смотреть, будем всегда наблюдать и будем учиться. Ну, основа, да, конечно, то есть, мое подспудное, подспудные, так сказать, интересы, как раз и вот как-то простимулировать, чтобы человек пытался самоосвоить вот какой-то метод, значит, там с рамочками, с маятником или вот как я там рисую в зависимости. Ну, может быть, какой-то еще можно придумать, есть, наверное, какие-то еще, ну, кроме чисто, так сказать, прямого восприятия, что называется, информации, а вот с помощью неких костылей, которые, в общем, достаточно, на мой взгляд, эффективны, потому что я, на мой взгляд, вот за счет этого как бы выживаю. Я выживаю и выжил, скорее всего, достаточно, как бы, достаточно, ну, расположен вот на такие, вот видите, как бы, представления, что называется, которые, как бы, вот, в некое хобби у меня реализуются. Нет, ну, сейчас вот я вас вижу, да, как бы, я не сказал, что вы там, в возрасте или так далее, но старцы, я слышал, в России жили до 300 лет, чуть более. Да, ну, так что, то, что пишут, это, как бы, ну, интересно, но понятно. Я сам учился. Да, я спустя, это эксперимент. Так что, может, поздравить. И там, я извиняюсь, еще добавлю, я изучал китайскую медицину в Германии, и тут рассказывали одну интересную вещь, вот, самый старый человек, который был там 264 года, по-моему. Да, я видел фотографию, и он еще, по-моему, сейчас живет. Ну, это еще не ясно же, не, по-моему, там писали, что он уже помер. Нет, ну, я имею в виду, приводили там. Он тоже вот собрал горные какие-то растения, он чисто традиционные медицинные себя лечил. Ну, я вот пропагандирую как раз основной метод, это, как бы, гармонизации окружающего нас пространства, ну, каждого вот человека, не имею в виду сейчас мировое пространство, гармонизация, а то пространство, в котором каждый из нас живет. Значит, с точки зрения, значит, устранения вот этих гео- или вообще патогенных отягощений. Внешней среды или, ну, естественно, в первую очередь внешней среды, а уж там, значит, как получается с внутренней, это уже следующий вопрос. Потому что основной проблемой, вот я, во всяком случае, так декларирую, что все имеют торсионные поражения, аурии тела, вызванные, значит, вот потоками эфиродинамическими, которые на Земле проявляются в виде вот этих сетей. И поэтому изначально имеют ослабление функционирования, значит, организма. И по большому счету, ну, ничто им не может не помочь или помогает только на какое-то время, пока человек, так сказать, ходит. Но как только он возвращается в свою постель, он снова получает дозу поражения. И так каждый день. То есть вот основной, как бы мой-то тезис изначально был вот в этом. Вода, ну, она, да, способствует, как бы, ну, вот дополнительно пить эту воду для поднятия возможности организма, скажем, сопротивляться патогенным флоре и фауне, которые в организме периодически появляются, или живут там в кишечнике, можно говоря, постоянно. В чате спрашивают про Наумкина и Нидары Миробинга. Это известно ли вам? А вот, кстати говоря, насчет Наумкина, если спрашиваю, так мы же в прошлый, посмотрите в прошлый раз, и мы там как раз вот это, вот этот шнурб, из которого сделаны вот эти спирали. Вот я вам показываю. Вот этот шнур Миробинга. Вот он. Но он только свернут не из лакированного тонкого провода, а из достаточно толстого. Вот центральный. Центральный. А вот шесть вокруг него. Не в ту сторону, куда пишет Наумкина, а в другую сторону. Ну, право, право закрученное. Вот так вот. Вот право закрученное. И вот уже это значит сколько? Семь проводов, как у Наумкина. Хотя вот эти отдельные провода, они у меня многожильные. Там тоже по семь. Значит, семь по семь это уже сорок девять. Сорок девять раз больше, чем у Наумкина. А еще, вот следующий вариант. Я, значит, из этих семи делаю вот такой толстый. Это значит, семь на сорок девять, это сколько будет? Пятьдесят на семь, это триста пятьдесят. Около трехсот пятидесяти проводов, которые, каждый из которых формирует дополнительный вот этот вот элемент вихря. Подождите, здесь-то неизолированные провода. Ну, неважно, значит, пускай неизолированные. Я, в принципе, говорю, даже если просто сорок девять проводов по сравнению с семью, это в семь раз больше. И вот из такого уже шнура мировинга делаются вот такие спироги, которые, значит, используются вот в данном случае для десиметрирования воды. А вот, скажем, вот в данном случае, вот это такие вот браслеты. Если мы одеваем их вот таким образом на руку, то они запускают канальную энергетику. А на выход каналы у нас работают какие здесь? Канал лёгких, лёгких, перикард и какой-то сердца. Вот эти три канала на выход по одной и по второй стороне запускаются. А на вход при этом автоматически, раз отсюда усиливаются потоки выхода, значит, на вход по внутренней стороне тела активируются каналы печени, почек и поджелудочной железы. Это для, как бы, вот с точки зрения активации вот такой энергетики канальной. А если сделать вот такие вот жезлы из этого же шнура мировинга, то они тоже создают вот этот вихрь. Значит, от зелёного конца направленный по часовой стрелке к красному. И если мы вот так вот его держим, то вихри, создаваемые вот этими жезлами, значит, активируют руки и включают в свою работу, активируют эфиродинамический поток снизу по позвоночнику вверх. То есть активируется симпатический отдел вегетативной иннервации. А если мы возьмём вот так и запустим вихрь вниз, сверху вниз, то организм перейдёт в активацию эфиродинамического вот этого вихря по каналам сверху вниз. И организм перейдёт в активацию парасимпатическую. Отдых, накопление. То есть вот это со шнуром мировинга, что подразумевается. То есть это как бы основной инструмент, ну вот у меня. Потому что вот у Саши на сайте я, значит, это прочитал и увидел там фотографии с этими устройствами для намотки вот этого шнура. И вот потом сделал этот моталку и вот мотаю вот такой вот шнур. То есть это основной формирователь вихрей эфиродинамических. Саша, это моталку и вихрей эфиродинамических или нет? Не знаю. Добрый вечер. Который это либо подтвердит, либо повердит. О, ёлки-палки. Вот же у нас готовится эксперимент. Добрый вечер, Тихон. Тихон что-то хотел спросить. Добрый вечер, здравствуйте. Я хотел у отца спросить, это вот по поводу вот этих гепатогенных зон, вот этих. Геопатогенных? Да, да. Вот в принципе это же, если вот вся земля окутана вот этими вот гепатогенными зонами, да? Нет, нет, нет. Значит, смотрите. Вся земля окутана сетями. Вот это, давайте. Главное, вы меня понимаете. Нет, ну чтобы народ тоже понимал, так сказать. Нет, отец, я сейчас... Можно я задам встречный вопрос? А как церковь относится к подобным исследованиям и гепатогенным зонам? Не знаю, понятия не имею. Я это, не знаю. Я, у меня личный интерес. Ну давай, слушай, слушай. Я это... Ну в общем-то, сетями, да, вот эти гепатогенные зоны, они... Нет, смотрите. Сети, это некие, так сказать, есть разные сети. Вот, скажем, одна из сетей, ориентированная по сторонам света. Север-юг, запад-восток. Вот это мы здесь показывали как раз вот на этой сети. Александр ложился, значит, на эти узлы. Потом мы рисовали ауру, значит, с этими пробоями. Значит, они имеют некую интенсивность. Которая вот из... Видится, кстати, как бы стены. Можно визуализировать. Видуализировать. Пересечения вот этих полос образуют узлы сети, которые намного интенсивнее по своим, так сказать, параметрам. Вот излучение вот этих... Вот эти вот вихри там значительно сильнее. Они значительно сильнее поражают человека, если он спит на них. Если он ходит через них, или, так сказать, временно туда попадает и так далее. Это типа, как бы, тренировки происходят. А если он по 8 часов спит на них, то ни один организм такой интенсивности излучения не может обработать. То есть возникает в организме вот это вот застойное место. Ну а перед этим как бы вот пробой ауры насквозь. Слушаю дальше. Ага, спасибо большое. Ну вот. В общем-то, вся Земля, она, в принципе, заполнена вот этими вот геопатогенными зонами, да? Нет, нет. Не надо называть их геопатогенные зоны. Надо называть их... Потому что они геопатогенные только во время сна. А в принципе, мы за счет этого излучения, вот этих биодиономических потоков, или вот этой среды, потребляя ее через вот канальную энергетику, и с дыханием тоже, мы за счет ее как бы живем. Это биоэнергия, если говорить иначе, которой мы живем. Поэтому говорить, что вот так все заполнено, значит, главное не спать на них. Вот. А остальное, значит, человек справится с остальным. Слушаю. Хорошо, хорошо. Ну, в общем-то, на Земле, на Земле... Фу, даже сейчас не знаю, как дальше говорить мне. Во время сна, во время сна человека, вся Земля покрыта сплошь вот этими геопатогенными зонами во время сна. Вот я сплю, а вся Земля покрыта этими зонами. Вот. И эти зоны, в той или иной мере, они влияют на меня, на тебя, на того, на пятого, на десятого. В общем-то... На меня не влияют. Я рассеиваю. Александр тоже рассеивает. Поэтому я уже 30... Ну, с 90-го года, как минимум, значит, около 30 лет, я уже 28 лет не... Вернее, рассеиваю. То есть я как бы сплю на этих сетях, но они... Вот эта интенсивность рассеяна. И мой организм справляется вот с этой рассеянной интенсивностью излучений вот этого, значит, окружающего нас... Ладно, в эту сторону я, наверное, не пробьюсь. Давай мы по-другому... Пойдем в другом немножко направлении. Давай, давай. Расскажи, пожалуйста, ты вот... Ну, ты же размышляешь об этом, как-то у тебя информация какая-то есть. Вот. Вообще, что это за... За вот эти вот сети, да, с этими зонами, с этими поддельными... Только выслушай меня, пожалуйста. А вот... Я не понимаю, о чем ты говоришь. И вот эти сети, зоны... Вот они, в принципе, в структуре мироздания вот этого, да, земли. Вот это вот... Вот. Откуда они, вот ты размышлял, откуда они, для чего они, какую они функцию вообще исполняют, вот это вот в окружающей среде, вот... Можно мне немножечко? Да, да, давай. Тихо. Вот, значит, строят церкви, другие вещи. Они же тоже находятся на вот этих вот... На этой сетке расположены. То есть они тоже так же, как определяется, это рамками, воду ищут и прочее. То есть так же ставят, ставились. Значит, давайте я еще немножко, да? Ну, вот здесь. Значит, смотрите. Вот как раз сейчас очень наглядное время в смысле понять или, как бы, вот, ну, во всяком случае... Во всяком случае, как бы, прояснить для себя, что же это за сети, откуда и как они образуются и так далее. Вот смотрите, сегодняшний... Ну, потом посмотрите запись, потому что вы опять опоздали. А начали мы с того, что, значит, начали обсуждать крещенское вот это время. И почему, почему вдруг оно так называется? И что происходит в это время? А происходит то, что солнце, вернее, не солнце, а земля в своем движении... Значит, вот смотрите. Земля в своем движении вокруг... Вот это солнце в середине, да? Вот она движется у нас вот так вот. Значит, вот у нас январь, вот январь, февраль, март, апрель. Вот земля движется. Вот в данный момент, смотрите, земля находится на самом близком расстоянии от солнца. Вот по сравнению с этим, видите? То есть, собственно, вот этот эксперимент сейчас, который проходит, он призван как бы показать, что происходит в природе, значит, вот которая неделю назад у нас здесь были сети, мы вот в прошлый раз же показывали вам, значит, Александр вот ложился на эту сеть, как у него образовывалось... Он вставал на нее, дышал, там, в смысле... Мы смотрели, как изменяется его нервная иннервация, так сказать, симпатическую, парасимпатическую сторону. И вдруг, когда земля начала приближаться, вот здесь вот показано, земля приближаться к солнцу, ее аура, вот поле формы земли, вот было вот такое мелкое, вот здесь вот красненькое внутри, вот, 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 красненькое. Оно начало увеличиваться, сначала вот такое, вот 19-го числа, а вот 20-го уже стало вот такое, большое, больше не растет. То есть 20-го мы подошли ближе всего к Земле. И что интересно в этом, что все сети, все сети, вот уже 19-го числа пропали. И образовался некий общий фон, общий фон, который благоприятно, как бы, вот, ну, во всяком случае, до 20-го числа, 19-го, 18-го, 19-го, это было, значит, все, кто имели пробои на теле, значит, закрылись, аура округлилась, каналы все поднялись выше средней линии, как вот я рисую там их, значит, выше средней линии. То есть, благодать наступила. Вот поэтому люди купаются в это время, поэтому крещение было в эти времена. То есть, это, это происходило, всегда происходило, и происходило в прошлом. Сколько лет? Миллионы, может быть. Может быть, пока, сколько мы находимся вот в Солнечной системе и двигаемся по своей орбите вокруг Солнца, это всегда происходило. Каждый год, вот, каждый оборот приближения к Солнцу вызывало вот такое, но, вот, 20-го числа, когда мы, аура Земли выросла вот красным цветом, вот до такой величины, вдруг оказалось, что человек не справляется с этим потоком сверху уже, сверху, вот этими эфиродинамическими потоками, эти излучения Солнца, да, назовем их эфиродинамическими. Ну, вот, у меня привязалось это понятие, что среда, в которой мы живем, наполнена эфиром, а проявляется он именно во взаимодействии, именно вот этими, как бы, потоками. мы его потребляем через канальную энергетику, через центры, через тело, с воздухом, и так же и выпускаем из тела. И Земля потребляя, значит, вот, когда мы сравнительно далеко находимся от нее, да, вот неделю назад, она точно так же вот это вот потоки потребляет, они пронизывают, там происходит трансмутация элементов и всего прочего, как говорят специалисты, от этого, так сказать, и рост происходит, и поэтому раздвигаются континенты. А вот, когда она приближается, Солнце, мы приближаемся к Солнцу на такое расстояние, вот это критическое уже, да, вот происходит, вот эти потоки, они перебивают то, что из Земли, как бы, нормальным образом выходит после потребления. И вот мы это проследили практически. Вот таким образом возникают значит и геоактивные сети, которые через неделю, скажем, или может быть меньше, мы опять вернемся к ним, вот это конкретно, когда это произойдет, это вот в следующий раз я вам расскажу. Ну, я вот, не знаю, ответил я вам на ваш вопрос? Нет, я немножко не о том. Я об этих сетях, это вообще, что это такое, для чего оно? Значит, для чего оно, я не могу сказать. Это нормальные процессы, происходящие в мироздании и на планете, когда она потребляет вот этот вот эфир окружающего пространства от Солнца, от других планет, от космоса, и спускает его же, его же и спускает после преобразований, и спускает из земли в виде вот этих сетей. Вот это вы должны уловить, что это не что-то, а это вот сначала мы потребили, потом испустили из себя. И земля точно так же делает. Ну, это фактически расположение как раз вот эта сетка, она, значит, не что иное, ведь это строились, значит, церкви находятся на этих сетях, то есть их устанавливаются и стараются даже на возвышенных местах ставить. Ну, смотрите. Может, для каких-то тоже определенные цели, ведь там же, вот как раз вода, которая там существует, а там и есть источники в этой церкви, не только это, значит, это, и вода в это время тоже приобретает какие-то свойства. Значит, вот смотрите, вот воду я брал, беру сейчас вот каждый день вот по такой банке значит, из водопровода. Разница. Она если неделю назад это она была 17 единиц диссиметрии, но я в этих единицах это как бы рассуждаю, то сейчас она 170, 180 имеет уже из-под крана. Ее даже не надо заряжать или структурировать вот таким вихрем вот этим. Вот это вот наполненность или приближение к солнцу, вот эти потоки от солнца, они ее всю воду на земле уже значит, структурировали, что называется. поэтому завтра я схожу, будет время в церковь, возьму такую банку и замерим тогда, какая она там, сколько коэффициентов у нее, коэффициентов рисунок. Вот у нас 30-го это уже будет выход из этого состояния, очевидно. И вот можно будет еще раз посмотреть направление. Хорошо. Ну, я вам могу сказать одно, то вот вот эти вот спирали я пока разбирать не буду. Они и сейчас сформируют вихрь и неделю назад и каждый день они формируют вот этот вот вихрь вне зависимости от того, какое солнце и где. Солнце дополнительно влияет на это все. Вот поэтому вот здесь стоят эти банки, чтобы посмотреть, как меняется вот это коэффициент диссиметрии в них. вот так вот с двух сторон вот стоящая банка и здесь вот видите снизу снизу и сверху здесь идет усиление по сравнению с тем, что с односторонними зарядками, с односторонним информационным наполнением или информационным облучением этой воды ну вот значит что там еще понятно или непонятно что так можно еще одну вещь проделать вот чистое то же самое такой же кусок фанеры то есть из-за одного то есть он будет вообще нейтрален или тоже так же вести себя в обе стороны на данный момент давайте давайте посмотрим сгорянуть я просто чуть-чуть набросили и хватит нет ну я как бы много раз делаю почему чтобы настроиться поплотнее потому что здесь же надо перейти из-за того состояния в другое и так далее поэтому ну нет таких излучений нет как бы ну есть некое так сказать вокруг него ну а что это такое круглое есть вокруг любого предмета так сказать поле формы оно есть вокруг любого ну значит как круглое а когда а когда мы говорим о так сказать вот о таких вот излучениях это нет нет как круг идет как как круг идет да там не круг а там просто вот вот это ваша чуть-чуть полоска вот эта полоса ваша вот она да ну а как-то ее нужно рука у меня довольно большой размах имеет сантиметров пять нет ну я говорю ничего поэтому здесь нет никакого круглого здесь просто я вокруг обрисовываю и все вот так вот она фактически идет вот таким вот просто то есть его я могу вам сказать что там нет никаких условно говоря ну из этих наполнения так скажем излучений наполнения поглощений нет никаких потому что я вот это пользуюсь именно вашими способностями вот почему потому что сам как говорится обладать может быть обладаю но я не 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 могу воспользоваться ими потому что я не знаю как ими пользоваться я уже не знаю как мне вернуться в чат ну в смысле убрать вас ладно так мы за счет вас видно хорошо а вот так вот здесь нашел я нашел в маленькой находимся да вот у кого еще есть там вроде как 15 человек находится в чате кто кто еще желает если кто желает пожалуйста потому что пора уже закругляться что называют я говорю в самом начале опа так в самом начале ладно тогда почему потому что 30 проверим подобную вещь из этой устройством которое получилось да вот то есть сейчас потому что обрисовали что это идет как говорится с двух сторон вот излучение то есть как бы нейтральное получилось в обе стороны то есть фактически можно сказать она не нейтральна она не нейтральна она имеет динамическую составляющую динамическую вот эта динамическая составляющая она как раз возможно и вот эту воду и это создает ну да она ее информационно наполняет она ее как говорится модулирует ну модулирует можно и так сказать ну я использую модулирует уже там есть как бы основной этот вихрь который как бы наполняет правозакрученный так сказать правозакрученным вихрем а когда говорим о дополнительной как бы вот привнесении туда чего-то тогда вот можно говорить о модулировании вот этого потока да да каким-то дополнительным веществом или или ну чем электрическим разрядом ну можно наверное разрядом да молнии ведь тоже самая такую же вещь производит ну да вроде как ну что ребята ну что есть вопрос Павел Пашки давайте давайте спрашивал что такое магнитное магнитное поле по мнению автора слушайте значит здесь не уроки физики да я здесь представляю свой опыт значит почитайте наберите в этом самом я согласен с и с википедией и с любыми другими учебниками как там написано так и будет правильно поэтому значит я не говорю здесь об электромагнитных процессах я говорю об эфиродинамических вихрях и их составляющих и как они влияют на нас и на окружающий нас пространство поэтому так сказать такие вопросы всякие это теоретикам теоретикам да есть вот теоретики любители так сказать вот таких вот вещей значит я к ним не отношусь поэтому сразу отвергаю подобные выходки как бы желание так сказать прояснить мои школьные познания в каких-то вещах так что извините по теме давайте вот вода крещенские времена эфиродинамическая так сказать или геопатоген основная тема геопатоген если у тебя есть еще время я бы хотел продолжить все-таки вот свое направление ну давай давай вот меня интересно знаешь вот это вот как бы происхождение ну не то что происхождение ну да вот эти происхождение свойств вот этих вот как мы только сейчас говорили этих линий вот этих вот сетки да сетки да и в принципе функцию какую-то они выполняют вообще в природе и земле то есть и на окружающей среду как-то они все это влияние-то оказывают а нам приходится от них в какой-то степени защищаться понимаешь и вот тут у меня вот этот вот вопрос вот ну как это все увязать-то в одну вот эту вот концепцию такую ну как увязать жить и все и научиться их определять что вы увязываете я вот не пытаюсь их увязать ну я то есть знаете значит ваш мотивацию вашу для чего вам это надо я не очень улавливаю я бы может попытался что-то так сказать сказать ну я считаю что я попал пару раз на геопатогенный узел еле расходился на второй раз я понял что это не случайно потому что на одном и том же месте я оказался и начал вот пошел учиться рамками определять это приятель меня научил я пошел туда и значит нашел там узел пересечения поэтому если вас это интересует осваивайте я же для этого так сказать вот выступаю основной на самом деле я первоначалу хочу привлечь ваше внимание откуда это идет понимаешь я хочу узнать когда будете изучать вот эти вопросы свои понимаете у меня не возникает этот вопрос я я вам даже на самом деле откуда они да но вы не хотите его принять как бы у вас свое уже мнение есть да ты не мне рассказывал ты вот этому зеленому дяденьке рассказывал я тебе одно спрашиваю а ты мне совсем другое с дяденькой вон ты обращаешь а со мной я тебе задаю конкретный вопрос ты не хочешь ответить с дяденькой вот ты полосочки поворачиваешь и все а я тебе конкретно вот если у тебя есть что-то ты увидел ну какое-то мнение у тебя мне просто интересно это направление не более того не хочешь не хочешь пожалуйста не надо я не настаиваю нет 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 подожди значит я же тебе объясняю меня этот вопрос не занимает я тебя услышу спасибо нет ответа на него если тебе нужно ты освой и сам будешь определять для себя поэтому так же как и со всем другим вещами интересует здоровье значит устранил геопатоген и будет проживешь лет на 25-30 больше не хочешь я показал как это делать так что давайте еще кто есть спасибо вам за лекцию у меня больше вопросов и вам тоже спасибо что вопросы задавали так ну ладно ребята тогда я больше раз нет я закрываюсь жалко немножко поехать